Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, преливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 2 мая, суббота, и Церковь продолжает чтение книги Деяний Святых Апостолов. И сегодня, к нашему назиданию, для нашего внимательного рассмотрения, Церковь предлагает нам отрывок из 5 главы, стихи с 21 по 33. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем, первосвященник, и которые с ним, придя, созвали Синодрион и всех старейшин из сынов Израилевых, и послали в темницу привезти апостолов. Но служители, придя, не нашли их в темнице. И, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу мы нашли запертую, со всей ее предосторожностью, и стражей, стоящими пред дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова, первосвященник, начальник стражей и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и донес им, говоря, «Вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ». Тогда начальник стражей пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. «Приведя же их, поставили в Синодрионе и спросили их первосвященник, говоря, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». «Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня мы с вами начинаем отрывок пятой главы. И здесь непонятно, встает один небольшой элемент, который пропущен апостолов после той беседы в Синодрионе, которую мы с вами разбирали, после случая с Апфиросананией, как раз таки, который мы читали в прошлый раз с вами, а их поместили в темницу. И вот чудесным образом они из этой темницы вышли, и первосвященники хотели совершить над ними суд. За апостолами пошли в темницу, привезти апостолов, послали в темницу, но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, «Темницу нашли мы запертую со всей предосторожностью и в страже, стоящих перед дверями, но, отворив, не нашли в ней никого». Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники недоумевали, что бы это значило. Действительно, тогда мы с вами говорили, мы читали этот отрывок в предыдущие дни, как раз таки об этом чудесном спасении. К ним пришел ангел. Быть может, это было действительно сверхъестественное мистическое чудо. Быть может, это был ангел, как посланник Божий, но это был человек. Так или иначе, апостолы действительно вышли. Но вот что поразительно. То, что они после этого не бегут, не спасаются, а идут и проповедуют в храм. Примечательно то, что потом, когда начнутся большие гонения на церковь в Иерусалиме, христиане действительно побегут оттуда. Но в данной ситуации, на данный момент, апостолы, они остаются в Иерусалиме, и Дух Святой их направляет проповедовать. Пришел же некий и донес им. То есть вот первосвященники, начальники стража, они узнали, что апостолы исчезли, и недумевают, как это произошло. Но приходит некий человек и говорит, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Вот апостолы, более того, не бегут из Иерусалима, они идут и проповедуют в храм. И теперь посмотрите, какая корреляция, какая разница между тем, что делали апостолы, когда взяли под стражу Иисуса Христа, когда они не имели Духа Святого. И теперь, когда они исполнились Духа Святого, он ведет их и внушает им истинную смелость идти и проповедовать Слово Божие. Итак, они стоят в храме. Тогда начальник стражей пошел со служителями и привел их без принуждения. Почему? Потому что стояли люди. Они знали о том, что апостолы исцелили храмовые, что это действительно люди Божии. Они еще не понимали всей истории евангельской, но они уже относились почтительно с благоговением к апостолам и к тому, что они говорят. Поэтому принуждать их на глазах народа было бы безумием со стороны стражи, и они это понимают. Приведя же, их поставили в Синодрионе и спросили, и спросил их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? Они даже не хотят произносить имя Иисуса Христа. «И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». То есть они хотят... Апостол Петр многократно говорит, что они убили Господа Иисуса Христа. И тут они говорят о том, что «Зачем ты наводишь на нас кровь этого человека, забывая о том, что это они подначивали народ кричать кровь его на нас и на наших детях». Петр же и апостолы в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Опять мы видим это повторение, повторение этой истины, что нужно покоряться больше Слову Божию, и никакие внешние усилия не смогут заставить их не покоряться Богу. И допустим, вот вчера мы читали с вами историю о Сапфире и Анании, о лицемерии. Мы видим, что дьявол Сатана, противник Божий, противник человека, он пытается разрушить церковь с двух сторон. Снаружи, через такие внешние гонения, мы видим примеры этих гонений как раз-таки вот сейчас, вот в этом эпизоде, и мы видим, как он пытается разрушить церковь изнутри. Вот эта история Сапфира и Анании, это как раз-таки прекрасная иллюстрация разрушения церкви изнутри, через ложь, лицемерие, и наводнение, именно собрание церковного людьми лживыми, неправдивыми, стремящимися найти не Божие, а человеческое в этой жизни. Итак, Бог Отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницую Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся». Итак, апостол Петр вновь возвышает свой голос в присутствии Синодриона и говорит о Христе. Краткая история Евангелия. Бог, Христос воскресает, которого вы умертвили, повесили на древе, то есть на кресте. Бог возвысил десницую Своею, Начальника и Спасителя. Зачем? «Чтобы дать покаяние народу и прощение грехов. Мы этому свидетелю и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». После этих слов, после слов о воскресении из мертвых, о том, что это воля Бога, терпение внутри Синодриона лопнуло, и они уже не знают, как говорится, правда глаза режет, и они не могут никуда от этого сбежать, никуда от этого уйти. И единственное, что действительно их бессилие в этой ситуации подбывает сделать, это умертвить апостолов. Вот на такой опасной ноте заканчивается сегодняшнее наше повествование. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!